бизнес это бой детка сегодня будем бить сегодня будем бить ровут сегодня у нас хороший выпуск потому что то что написано на обложке это правда сегодня мы поговорим с вами роми из трансформатора ну шутки в сторону перчатки тоже на самом деле вы знаете я не могу остаться равнодушной к истории с романом потому что таких романов я наблюдаю очень много я сейчас не делаю выводов о том получится у него не получится постановка не постановка не имеет ровным счетом никакого отношения но я хочу разложить вам эту ситуацию и показать вас же важен этом примере показать вам то что вы называете бизнесом и так давайте вернемся немножко в прошлое рома человек который рулит на баранке вот рулет работает себе замечательно появляется его жизни дима и все зашибись как круто потому что рома решил стать предпринимателем и вот он берет кредиты и неважно берет он кредиты продает он почку он берет деньги и человек расцветает на глазах буквально не знаю за какое там количество времени пару месяцев мы видим совершенно другого человека языкова нудненького и скромненького мы видим такого грозу влогера который машет руками которые офигенно все снимает и который с огромным удовольствием тратит деньги и вот в этом вся фишка мы все любим тратить деньги и каждый раз когда мы решаем замутить какой-то бизнес когда папа отвалил нам денег мама отвалила мужик отвалил мы сами себе отвалили денег или мы понятия не имеем где их взять наш кайф заключается именно в том когда мы ходим выбираем здесь будет моя вывеска здесь будет мое место здесь у меня рецептура здесь у меня еще что-то мы очень любим тратить деньги кто сказал нам что бизнес это когда мы тратим деньги кто нам говорит что мы классные предприниматели и бизнесмены когда мы офигенно быстро тратим наши денежки мы можем их тратить на что угодно на очень классная и на очень стрёмно и мы можем покупать лучшие компании но я имею ввиду нанимать лучшие компании мы можем делать все зашибись как круто но ребята если это бизнесом и я сейчас не о том будет это целесообразно не целесообразно хотя по большому счету вопросов у всех очень много и у меня конечно же в том числе потому что я-то человек который занимается бизнесом и был вот в таких вот разных нишах на массовый сегмент направленный с одной точечкой я прекрасно знаю что жесть она начинается потом а жесть начинается тогда когда ты себе нарисовал такой классный бизнес планик офигенный вот столько у тебя будут продавать ты будешь столько вот зарабатывать столько ты будешь платить и на бумажечках все зашибись как круто вы понимаете есть такая вот почему-то несправедливость жизни вот когда ты рисовал на бумажечке сколько ты потратишь ты обязательно потратишь больше причем так плюс 20 иногда плюс 50 а в некоторых особенных случаях еще и плюс сто процентов кто быту занимался ремонтом очень хорошо знает о чем я говорю но почему-то когда ты написал сколько ты будешь зарабатывать сколько у тебя будут покупать они не то что больше не покупают в некоторых случаях они не покупают и половины из того что ты запланировал и вот ты после этого сидишь и думаешь что делать ты такой включаешь ролик и тебе тут же 57 инструментов давай давай внедряй акции повышай средний чек добавляй раздавай флайера пой тунцуй голым пусть женщины делают эротический массаж пусть мужики блин минут женщинам что-нибудь чтобы они туда шли а ну зараза ты все внедряешь внедряешь а эффект все равно очень маленький потому что рядом с тобой еще есть тысячи других людей которые делают нечто подобное потому что идет конкуренция за цену потому что ты тупо не угадал с продуктом то есть вот по всем вероятным и вообще вот по всей логике все было очень логично помнишь мое видео про логику все было крайне логично на бумажке но вот в жизни все так нелогично и жестяк ребята начинается тогда когда у вас например нету денег для того чтобы вот в плохом случае не вашим лучшим а в плохом а возможно и в реальности в этом месяце тебе тупо не хватает денег на зарплату или ты закупил 300 куриц а у тебя 200 пропало бывает такое бывает или ты начинаешь работать там сотрудниками понимаешь что тебе нужна высшая квалификация и так далее и так далее и так далее я очень хорошо помню наш опыт с цветами когда по всей логике по всем принципам у нас должны были купить цветы когда мы запускались и когда у нас холодильник умер цветами там чуть чуть больше чем где-то там тысячи полторы евро вот это ребята был такой знаете не запланированный акт вот мы запланировали что их купили мы их распродавали по себестоимости мы спускали цены на сайте на 60 процентов просто чтобы они не умирали нам было жалко у нас стал офигенный например магазин то есть мы все там рекламировали все и не было тупо никаких продаж и какая в этом логика не было никакой логики мы тупо делали все и ничего не получалось я сейчас не говорю о том что получится у рома или не получится безусловно у него есть колоссальная поддержка маркетинговая но на этой поддержке долго не продержишься и если с продуктом он не угадал если с темой он не попал то мы можем стать свидетелями очень интересной но плачевной картины поэтому когда вы делаете бизнес помните что бизнес он не в тратах бизнес он в прибыли и что если у вас нету опыта предпринимательского если вы не уверены в теме или если вы не умрете после того когда у вас не получится и вам не надо будет продавать свою квартиру и хорошо если у вас есть квартира которую можно продать хуже если вас уже ее нету вы ее продали вот нужно понимать что бизнес это всегда риск мы никогда не знаем что будет наверняка что хорошее настроение у нас зачастую именно тогда когда мы тратим они тогда когда нам нужно за все платить и не тогда когда люди почему-то не купили почему-то не зашло почему-то что-то не спрогнозировалась так посмотрите и знаете что негативного опыта очень много это не значит что на него нужно ориентироваться но это значит что нужно помнить перед тем как тратить в очередной раз задать себе вопрос мне сейчас эта трата точно нужно мне сейчас точно надо так открываться мне сейчас точно нужно с этой нишей или же готовить себя к тому что все может пойти очень по-разному я могу как выиграть так и проиграть мне бы очень не хотелось чтобы как в америке знаете очень частое явление было суицидное когда люди просто застреливались из-за того что их преследовала такая неудача поэтому рассматривая чужой опыт помните о том что пробовать безусловно нужно но не стоит это делать безрассудно и что бизнес это все-таки не так просто как вам об этом говорят поэтому к нему нужно точно так же как и ко всему остальному готовиться нужно изначально хотя бы свой предпринимательский дух каким-то образом позакалять попробовать на чем-то маленьком вообще понять что такое бизнес потому что бизнес по сути что очень маленький продажи беляшей возле ларька что достаточно крупный там построение каких-то торговых центров суть одна и та же просто разная степень ответственности разные деньги и и вот и все это наверное главное отличие во всем остальном все абсолютно идентично и там и там нужно найти свое место и там и там нужно привлечь клиентов и того там нужно умудриться чтобы никто не бахнул себе по голове за то что тут кто-то другой беляши должен продавать а не ты там же тоже знаете беляшечки разборки и счете поэтому подумайте об этом и помните что радость бизнеса и нельзя как бы называть людей предпринимателями теми которые пока только умеют тратить деньги предпринимательство и бизнес начинается именно тогда когда то что вы потратили то что вы бы засеяли вы можете превратить в деньги и и собственного опыта могу вам сказать что это очень непросто особенно в тех стадиях когда вы еще пока не заработали какого-то капитала который впоследствии может там где-то вас спасать и крышевать поэтому развлекайтесь дорогие мои живите полной жизнью дышите полной грудью будем с интересом наблюдать что же получится у романа вот я даже когда в москву прилечу обязательно схожу сама интересно тоже сделаю чуваку вытарк но напомните об этих важных вещах потому что шутки шутками а все-таки не хотелось бы чтобы вы разочаровывались и в результате теряли всякую надежду и свой предпринимательский дух пусть все получается если вам понравилось это видео пожалуйста напишите об этом поставьте лайк напишите кстати что вы думаете о всей этой истории с трансформатором а потому что мнение очень разные мне будет интересно мнение своих подписчиков тех людей которые смотрят меня всем хорошего дня